Заречная территория опережающего развития. В правительстве Пензенской области представлена концепция создания в закрытом городе территории, опережающего социально-экономического развития. Мы говорим о новом векторе развития города Заречного, который может стать толчком к развитию промышленного приборостроения на территории не только Пензенского региона, но и всего положения. Марафон добра продолжается. В рамках недели благотворительности в Заречном прошла донорская акция. Горожане сдали более 20 литров крови. Потребителем основным крови является онкологический диспансер областной, ну и различные хирургические отделения Пензе и области. Почетному гражданину города посвящается. Зареченский сенсор одержал победу в открытом всероссийском турнире по футболу памяти Василия Адаева. Первый год был для нас самым счастливым. Мы думали вообще проиграем. Но счастье в том, что мы заняли первое место, а не третье, второе. И теперь об этих и других новостях подробнее. Новый вектор развития Заречного на десятилетия вперед – станкостроительные и приборостроительные кластеры в рамках территории опережающего социально-экономического развития. Создание в закрытом городе Тассер обсудили с временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области Иваном Белозерцевым, начальник управления по работе с регионами госкорпорации «Росатом» Александр Харичев, мэр Заречного Вячеслав Гладков, глава города Олег Климанов и генеральный директор городообразующего предприятия Сергей Байдаров. Перспективы сотрудничества в реализации амбициозного проекта в первом материале выпуска. Заречный станет одним из первых ЗАТО, в которых в 2016 году будут созданы территории опережающего социально-экономического развития. Для таких территорий в соответствии с федеральным законодательством устанавливается особый правовой режим предпринимательской деятельности. Это должно способствовать привлечению инвестиций и ускоренному социально-экономическому росту. То, что касается ЗАТО и ТОРа, территория опережающего развития в Заречном, мы совместно с нашим предприятием, совместно с администрацией города, властями города подготовили концепцию. Сегодня вот Валерию Александровичу ее представим, обсудим вместе с правительством области эту концепцию, доработаем. И у нас план такой, что до Нового года мы эту концепцию совместно с вами представим уже в Минэкономразвитии, в правительстве Российской Федерации. Проект всесторонне поддержит и региональные власти, заверил временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Иван Белозерцев. Я вижу и консолидированные такие усилия, и желания, и главы администрации, и главы города Заречной, и Сергея Юрьевича, вот все-таки, чтобы у нас была создана территория опережающего стальноэкономического развития, и чтобы туда пришел инвестор. Работа по привлечению инвесторов уже ведется. Сформирован земельный участок площадью более 200 гектаров для будущей территории опережающего развития. Мы сейчас говорим о новом государственном проекте, который на период 70 лет. То есть, если город создавался для реализации проекта создания ядерного оружия в стране, то на сегодняшний день мы говорим о новом векторе развития города Заречного, который может стать толчком к развитию промышленного приборостроения на территории не только Пензенского региона, но и всего положения. В этот же день в правительстве Пензенской области состоялось обсуждение концепции развития территории опережающего социальноэкономического развития Заречный. В целом, как отметили участники совещания, амбициозный проект практически готов к реализации. Что такое ТАССР Заречный и какие перспективы он сулит городу и региону, в нашем следующем сюжете. В правительстве Пензенской области прошло первое заседание рабочей группы по содействию созданию в Заречном территории опережающего социально-экономического развития. Создание ТАСЭР или ТОР территории опережающего развития призвано дать мощный импульс экономике и социальной инфраструктуре города и региона в целом. В соответствии с федеральным законом на территории опережающего развития установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения. Нам это очень интересно и жители Пензенской области, города Заречного заинтересованы в том, чтобы такая площадка начала формироваться, которая привлекла инвесторов сегодня в Пензенский регион и создала новое производство, новое направление с участием предприятий Росатома. Начальник управления по работе с регионами Росатома Александр Харичев подчеркнул, что госкорпорации также очень заинтересованы в реализации проекта территории опережающего развития именно в Заречном. Здесь, по оценке Росатома, наиболее подготовленная база для создания ТОР и проработанная концепция развития. Мы считаем, что Заречный по степени подготовленности к тому, чтобы возник ТОР, далеко продвинулся совместными усилиями нашими, правительства области, администрации города. То есть концепция, в общем-то, подготовлена в общих чертах. Это труд совместный. На совещании была представлена первая версия концепции территории опережающего развития в Заречном. Основной специализацией Зареченской ТОР станет развитие станкостроительного и приборостроительного кластеров Пензенской области. В презентации были представлены четыре площадки, предлагаемые для создания ТОР, их характеристики и преимущества. Уже определены и первые резиденты Зареченской территории опережающего развития. У нас 8 проектов, которые есть в первой заявке электронных резидентов. 8 предприятий, которые готовы после подписания, постановления правительства Российской Федерации, официальные заявки подать. То есть это еще плюс 8. Мэр Заречного Вячеслав Гладков также подчеркнул, что ведутся переговоры об участии в проекте с торгово-промышленными палатами Саратовской, Ульяновской, Тамбовской, Самарской, Рязанской областей. По прогнозам на 10-летний срок объем инвестиций в Зареченский ТОР составит около 50 миллиардов рублей. Прогнозируемая ежегодная выручка более 53 миллиардов. На предприятиях компании резидентов планируется создать порядка 5000 рабочих мест. Объем дополнительных налогов после выхода предприятия на проектную мощность около 6,5 миллиардов рублей. Мы заслушали первый драфт, скажем так, концепции, первую версию. Собственно, концепция проработана. Она уже представляет из себя цельный документ, но есть параметры, по которым нужно ее доработать. И мы взяли вместе с правительством области и администрации города, взяли месяц на доработку концепции. Прежде всего, это касается системы управления территории опережающего развития и касается цифр, скажем так, финансовых показателей. После доработки концепции она будет представлена на рассмотрение в правительство России. И после согласования с профильными министерствами будет принято постановление федерального правительства о создании в Заречном территории опережающего развития. Планируется, что это произойдет в первом полугодии 2016 года. По оценкам Росатома, Заречный станет одним из первых городов в России, где будет реализовываться проект территории, опережающего социально-экономическое развитие. Из 10 наших зато определилась группа лидеров. Это порядка пяти городов. И Заречный имеет все шансы войти, но если быть не первым, то войти в первую тройку. Станислав Корякин, Светлана Гордеева, телерадиокомпания «Заречный». И к другим новостям. Более 20 литров крови для пациентов областного онкодиспансера сдали горожане в ходе донорской акции. Она прошла в рамках благотворительного марафона. О Добром Заречном и неравнодушных зареченцах репортаж Ксении Тризной. Два человек не пропустят. Для одних – обычный вторник, для других – день донора на неделе добра. В рамках благотворительного марафона «Добрый Заречный» в наш город приехала мобильная станция переливания крови. С самого утра у здания администрации стали собираться желающие принять участие в акции. Почему решили принять в ней участие? На благо Родины. Прямо-таки Родина? Ну, на благо людей, помочь, как бы сдать кровь всем людям. Для себя, для людей, помощь, как бы своей кровью, помогаем. 450 миллилитров – столько крови забирают у каждого донора. Не так уж много, но эти несколько сотен миллилитров могут дать кому-то надежду на выздоровление. 8 сентября 45 зареченцев в буквальном смысле отдали частичку себя ради жизни и здоровья незнакомых им людей. С данной горожанами кровь будет направлена на нужды лечебных учреждений Пензы и области. В нашей ситуации мы разрешили кровь распределять по их усмотрению. То есть в основном это потребителем, основным кровью является онкологический диспансер областной, ну и различные хирургические отделения Пензы и области. Мобильная станция переливания крови работала в Заречном 4 часа. За это время на центральную площадь города пришли около сотни неравнодушных зареченцев. По итогам донорской акции удалось собрать более 20 литров крови. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный». В благотворительный марафон «Добрый Заречный» активно включились и зареченские библиотекари. В дни проведения марафона в Центральном парке культуры и отдыха открывается читальный зал под открытым небом. Сотрудники Центральной городской, детской и семейной библиотек приглашают горожан на встречи с добрыми книгами. С 17 до 19 часов юных и взрослых читателей ждут книжные выставки, игры, викторины и призы. 9 сентября такая встреча будет посвящена творчеству Валентины Асеевой, а также книгам о природе. Свои добрые дела в рамках благотворительного марафона совершат и участники общественной организации многодетных семей «Заречного» «Мамы». Подробнее об их инициативах мы поговорим с председателем организации Еленой Гриценкой. Это будет после основного информационного блока, а пока продолжим выпуск. 31 зареченская семья получила возможность улучшить свои жилищные условия. Будущие новоселы – участники под программы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище». Сертификаты на получение социальной выплаты вручили в торжественной обстановке во Дворце культуры «Современник». Выделенные средства семья может использовать на покупку жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. Всего за время действия программы «Заречном» с 2005 года право на социальную выплату получили 565 семей. В 2015-м обладателями сертификатов станут 92 семьи, среди них 6 многодетных. В этом году 92 семьи – это почти в два раза больше, чем, например, город Пензе, который в 10 раз выше нас по размеру. Если в очереди города Пензе стоят почти 2500 семей, у нас на следующий год остается 146 молодых семей, которые, мы надеемся, уже решим эти вопросы. Город заслуживает того, чтобы вы и ваши дети жили в нем. Без вас, без ваших детей город не может ни жить, ни развиваться. Делегация Заречного побывала на фестивале «Воронеж. Город-сад». Международную выставку-ярмарку посетили активисты Зареченского конкурса общественных инициатив «Мой дом, мой двор». Новинки ландшафтного дизайна, с которыми познакомились горожане, помогут им в создании неповторимого облика своих дворов. Современные тренды зеленой индустрии в материале Ксении Тризны. Пятая международная выставка «Воронеж. Город-сад» – это более 80 экспозиций, творческие площадки, мастер-классы и форумы. Принять участие в этом фестивале пригласили лучших российских и зарубежных специалистов по ландшафтному и флористическому дизайну – садово-парковому искусству. Воронеж гордится своим званием культурной столицы СНГ. Дружбе народов и национальной культуре стран-содружества независимых государств и посвятили часть выставки. Например, каждый мог примерить на себя национальные костюмы из цветов, попробовать традиционные блюда разных стран или послушать этническую музыку. Центром выставки стал символический фонтан дружбы. Флористы представили его в виде огромного цветка, лепестками которого служат флаги стран СНГ, выложенные из живых цветов. На фестивале в Воронеже побывала и зареченская делегация – самые активные участники конкурса общественных инициатив «Мой дом, мой двор». Они приехали на выставку, чтобы познакомиться с опытом благоустройства и озеленения. «Немножко создать свой двор, более укомпоновать, как-то поинтереснее его сделать. Можно что-то почерпнуть. Уровень, конечно, высокий, но можно что-то почерпнуть и для своего двора». «Как композит. В композиции работают разные растения. Даже интересно смотреть. Хвойники, листынки, декоративные. Ну, в общем, конечно, интересные. Почвопокровные растения. Но всего не расскажешь». Поучиться здесь действительно было чему. Одна из экспозиций выставки называлась «Вторая жизнь вещей». Здесь флористы продемонстрировали, как из старых ненужных вещей и цветочного декора создать оригинальные украшения для сада или приусадебного участка. А из овощей и фруктов можно сделать настоящую картину. Больше всего участников привлекла соломенная деревня Красная Слобода. На ее создание потратили несколько десятков тонн сена. А для детворы поставили деревянные качели. «Качели там старины самобытные. Потом предельный ткацкий станок там есть. Ну, вообще, кузнец там эти розочки такие наковал». «Очень понравились деревья. Такие экзотические. Даже вот сейчас драцену прошли мимо. Жизнь не видела такой. Хвойники вообще безумия какой-то. Такой красоты не видела даже в Москве». Зареченцы приняли участие в мастер-классах, погуляли по торговым рядам и купили редкие интересные растения. Продемонстрировать то, чему они научились, городские благоустроители смогут совсем скоро на фестивале «Заречный в цвету». «Активные горожане, которые сегодня присутствуют на выставке «Воронеж-город-сад», они будут делать свои экспозиции на фестивале. И я думаю, уже в этом году, 12 сентября, мы увидим какие-то новитки, которые они смогут применить вот на этом фестивале. А в следующем году дизайнеры-любители смогут воплотить все оригинальные задумки и идеи в собственных дворах. И тогда наш город заиграет новыми красками. Ксения Тризна, Ольга Савкина, Владимир Полищук, телерадио «Компания «Заречный». И о спорте. Блестящей победой зареченских футболистов завершился всероссийский турнир по футболу Кубок Союза в памяти почетного гражданина Заречного Василия Адаева. На соревнования съехались юные спортсмены 2005-2006 годов рождения из Пенза, Саратова, Республики Мордовия. Итоги четырехдневного футбольного марафона в материале Светланы Теплухиной. Четыре дня напряженных игр. Семь сильных команд, настроенных только на победу. Кубок Союза, прошедший в детском оздоровительном лагере «Звездочка», по накалу борьбы не уступал серьезным взрослым футбольным турнирам. Хотя на поле выходили 9-10-летние мальчишки. Они так здорово играли. У них была даже видна комбинационная игра. Хочется сказать большое спасибо тренерам, что они их этому научили. Вот честно, для детей такого возраста неожиданно было видеть вот такую комбинационную игру. То есть это взрослые, скажем, взрослые игроки, но в уменьшенном формате. Очень здорово они смотрелись. Ставший уже традиционным всероссийский турнир памяти почетного гражданина Заречного Василия Адаева собрал команды из Пензы, Саратовой, Саратовской области, Республики Мордовия. Прием, оказанный гостям в «Зареченской звездочке», приятно удивил и тренеров, и их воспитанников. Впечатления замечательные, если так сравнивать, где я был. Конечно, питание здесь умопомрачительное. У нас, наверное, в весе все прибавили, кто здесь питался. Ну и сама организация, все для нас, все в шаговой доступности. Мы и баскетбол играли, и мини-футбол играли, и на песке играли. То есть великолепно. Турнир всем очень понравился. И таких условий, как в нашем лагере, и пензенские отметили, то есть нет такого. И сейчас пензенские тренеры из футбол-клуб «Зенит» спрашивают, как сюда попасть на сборы. Хорошее впечатление. Нормально. Гостиница хорошее. Поле нормальное. Соперники достойные, сильные. Среди сильных соперников – зареченская команда «Сенсор» под руководством тренера Вадима Романова. Из семи сыгранных нашими ребятами матчей всего одна ничья и шесть побед. Первый гол был для нас самым счастливым. Мы думали вообще проиграем. Но счастье в том, что мы заняли первое место, а не третье, второе. Соперники были очень трудные, но мы боролись и победили. Нам помогла наша дружба и спортивная наша команда. Наша сильная команда и держала. В итоге Кубок Союза остался у хозяев состязаний. А в числе лучших игроков турнира были названы зареченцы Андрей Заболонков и Михаил Изосин. Награды им вручила почетная гостья соревнований – вдова Василия Адаева Раиса Николаевна. Светлана Теплухина, Александр Дубицкий. Телерадиокомпания «Заречный». В Заречном завершился турнир Кубок Заречного по баскетболу. В нем участвовали клубы, которые в предстоящем сезоне будут выступать в чемпионате России Суперлиги Б. В течение трех дней в нашем городе боролись за победу команды Заречного, Тамбова и Энгельса. Первым соперником нашего Союза стал Энгельский клуб-строитель. Зареченцы уступили в концовке, но по ходу матча команды показывали равную игру. Встреча Союза и Тамбова тоже закончилась победой гостей. Уже в стартовой четверти тамбовчане обеспечили себе преимущество в счете и в течение двух периодов постепенно увеличили отрыв до 15 очков. В третьей четверти игроки Союза попытались переломить ход матча, отыграли одно очко и в финальные 10 минутки еще два. Но для победы этого было недостаточно. Зареченцы уступили со счетом 68-80. В рамках соревнований каждая команда провела по два матча. В итоге баскетбольный клуб «Союз» занял третье место в турнире. Второе у спортсменов «Энгельса». И победителями Кубка Заречного стали баскетболисты Тамбова. Они не проиграли ни одного матча. Сегодня, сразу после новостей, смотрите на канале «Заречный» программу «Вопросы есть». Одна из тем выпуска – организация дополнительного единого государственного экзамена. В сентябре у нас начнется дополнительная волна проведения государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена. Участниками данной волны могут являться выпускники прошлых лет, которые или получили неудовлетворительные результаты по математике или русскому языку, или же выпускники прошлых лет, которые решили улучшить результаты по этим двум предметам. Пока вот только русский и математика. Полный ответ главного специалиста Департамента образования Ларисы Колесниковой смотрите в программе «Вопросы есть». В этом выпуске представители организации и предприятий города расскажут о подготовке Заречного к отопительному сезону, о порядке присвоения ветеранам атомной энергетики и промышленности звания ветеран труда и разъяснят, в течение какого времени дети могут находиться на улице без сопровождения взрослых. Ответы на эти и другие вопросы сегодня на канале «Заречный». Смотрите программу «Вопросы есть» сразу после выпуска новостей. А мы прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь. Первоклашка 2015 Спонсоры проекта Магазин электроники «Прайм» Центр образовательных услуг «Репетита Плюс» Сеть кафе «Шоколад.ру» Здоровье – самое дорогое, что есть у человека. Беречь его надо с самого рождения и продолжать заботиться о нем всю жизнь. Городской профилакторий приглашает жителей города для лечения сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных заболеваний, болезней костно-мышечной системы, суставов и органов дыхания. Современные методы лечения позволят вам нормализировать давление, снять стрессы и неврозы. Высококвалифицированные специалисты помогут вам укрепить здоровье, повысить тонус и сбросить вес. Городской профилакторий. Улица Заречная, 19. Телефон 60 67 99. Программа «Страна Росатом». Новости атомной отрасли, концерна «Росэнергоатом» и пристанционных городов. В эфире каждую среду в 20 часов. Первоклашка 2015 Спонсоры проекта Компания праздника «Кураж» Книжный магазин «Феникс» Студия детской красоты «Воображуля» Кондитерский цех «Полюшка» Я живу не только для себя. Внуки моя радость. И даже такие проблемы, как артроз и остеохондроз, не пугают меня. Чтобы снять боль, воспаление и наслаждаться жизнью, я выбираю «Алмак». Только до 15 сентября успейте купить «Алмак» по летней цене в аптеках «Фармтрейд» и в центральной аптеке. Прайм. Магазин электроники твоего города. Прайм. Магазин электроники твоего города. Вы не знаете, куда обратиться за помощью? Можно обращаться на портал «Город Зет» и в кратчайшее время вы получите ответ на обращение, которое вы направили. Оперативно, просто, легко. ЖКХ – это просто. Зайди на «Город Зет». Новости Заречного в эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях председатель общественной организации многодетных семей Заречного «Мама» Елена Гриценко. И мы обсуждаем участие общественной организации в «Добром Заречном». Добрый вечер, Елена. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а почему вдруг общественная организация, которая объединяет многодетные семьи, ну, как-то считается так, что многодетные семьи – это семьи, у которых, ну, нет избытка денег. Это на самом деле так. Почему вдруг вы решили принять участие в благотворительном марафоне «Доброй Заречной»? В общем, совершенно не вдруг. Мы никак не могли оставаться в стороне от такого благого дела, когда все вырученные деньги так или иначе идут на лечение детей. То есть вырученные деньги так или иначе, которые заработаны. Поэтому мы не могли остаться в стороне, и все многодетные семьи с удовольствием откликнулись на призыв Доброго Заречного творить какие-то добрые дела. Елена, а что вы будете делать на этом марафоне? Вы будете сами вносить какие-то вклады или что? Да, у нас много интересного произойдет за эту неделю. Во-первых, мы кинули клич нашим жителям города Заречного, чтобы они приносили игрушки, которыми не играют их дети. И неважно, мягкие они, пластиковые эти игрушки, но в хорошем состоянии, в любое удобное для них помещение. Будь то детский садик, куда они водят своих детей, школа, детская музыкальная школа собирает игрушки и ДК «Современник». Также еще можно приносить детские книги. Все эти вещи 12 числа будут выставлены на площади ДК «Современник», где будет располагаться детская площадка, на благотворительной ярмарке. То есть любой человек может подойти, выбрать себе друга среди игрушек, которые будут там представлены, и внести какой-то посильный вклад в лечение детей. Будет стоять контейнер, куда собираются пожертвования на лечение деток. Мы будем с удовольствием всех ждать. И я обращаюсь к жителям города Заречного. Не оставайтесь равнодушными, не проходите мимо данной акции. Пожалуйста, я думаю, что в каждом доме есть игрушки, которыми дети уже наверняка не играют. Принесите их, тем самым вы поможете больным детям стать здоровыми. Елена, это только будет единственная акция, или вы что-то планируете еще сделать в рамках благотворительного марафона? Конечно, эта же акция будет не единственная. В этом году мы решили скреативить. Есть некий такой сюрприз для горожан нашего города. Мы решили как-то необычно заработать денег для больных деток. Все секреты раскрывать не буду, но расскажу лишь такой момент, что данная акция пройдет 11 числа в пятницу в 18.00 в торговом центре «Глобус». Что это будет? Это большой секрет. Но я думаю, жителям нашего города понравится, это будет очень необычно. И я думаю, мы внесем посильную лепту в лечении больных детей. Но там тоже можно будет внести какой-то благотворительный взнос на этой акции, да? Да, да, да. После проведения акции также будут стоять люди с емкостями для сбора денежных средств, и куда все неравнодушные горожане могут опустить любое пожертвование. Елена, скажите, пожалуйста, еще какие-то акции, может быть, не связанные с благотворительным марафоном, конкретно вот с проведением этого благотворительного марафона, общественная организация, которая возглавляется, планирует? Ну, вообще, мы регулярно собираем вещи для малообеспеченных людей нашего города. Если раньше мы планировали, что эти акции будут только городского масштаба, то теперь мы вышли уже на уровень Пензы. То есть к нам обращаются люди из Пензы, которые не могут позволить себе приобрести какую-то вещь, будь то коляска, или обувь для ребенка, или портфель. Мы с удовольствием поможем, потому что в нашем городе живут неравнодушные люди, которые помогают другим людям. Фок лесной приносят вещи, коляски, обувь, все то, что в данной семье уже не востребовано, а другим людям может помочь. Поэтому такая бессрочная акция, если у кого-то есть такие вещи, мы с удовольствием их примем и отдадим по назначению именно тем людям, которые в них нуждаются. Елена, а еще раз, где можно принять участие вот в такой вот вашей акции, тоже благотворительной, бессрочной акции, и что нужнее всего? Вы же по опыту уже знаете. Да, мы принимаем вещи фок лесной, который находится на улице Ахунской. В любое время можно подойти к вахтеру, передать свои вещи, сказать, что это в комнату для многодетных. Какие вещи? Ну, как правило, сезонные. То есть обувь. Мы принимаем все, даже посуду некоторые несут. Некоторые звонят и просто говорят, вы знаете, у нас есть кровать для ребенка, и мы с удовольствием можем отдать кому, кто в этом нуждается. Мы обязательно найдем тех людей, которым она жизненно необходима. То есть практически любые вещи, но это связано именно с детьми? Нет. Как смеемся мы, многодетные семьи, данная акция от нуля до ста лет. То есть неважно, на какой возраст, главное, чтобы эта вещь была в достойном состоянии. Елена, большое спасибо вам за участие в нашей программе. Я надеюсь, что зареченцы присоединятся не только к вашей акции, но вообще ко всему благотворительному марафону «Добрый Заречный». Заречный – действительно добрый город. Спасибо, Елена. Всего вам доброго. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами и вам. Всего доброго. И до встречи на канале «Заречный». Спонсор прогноза погоды – компания «Ремстрой». Новейшее высокоточное оборудование. Надежное программное обеспечение. Высококвалифицированные кадры. Все это – залог успеха пластиковых окон компании «Ремстрой». С компанией «Ремстрой». С компанией «Ремстрой». С компанией «Ремстрой» С компанией «Ремстрой».